Эта неделя в Беларуси проходит под знаком 11 европейской недели иммунизации. Это отличный повод поднять эту тему в нашей стране, узнать, как у нас с иммунизацией. И поэтому мы пригласили к нам в гости заведующего отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимира Пашковича. Владимир, доброе утро. Доброе утро, Владимир. Ну, давайте сразу скажем нашим телезрителям иммунизация, потому что не все, наверное, понимают такое сложное слово. Грубо говоря, это прививки, да. Разговоры об этом постоянно мелькают в СМИ. Вот просто завидная регулярность, неужели это настолько актуальна сейчас тема? Ну, эта тема всегда актуальна, потому что все, что касается здоровья человека, оно всегда вызывает интерес особый, различные толки. И в интернете есть много источников, и в СМИ мелькает, и в том числе в связи, вот что сейчас проводится такая европейская неделя иммунизации в связи с этим. Ну, она служит для того, чтобы привлечь еще раз внимание людей к этой проблеме, что существуют достаточно эффективные, доступные способы предупреждения инфекционных заболеваний, и что ими не нужно пренебрегать, и можно воспользоваться и защитить свое здоровье против очень грозных инфекционных заболеваний, которые нас окружают, и с которыми мы постоянно контактируем. Слоган этой недели – ликвидировать пробелы. Откуда вообще возникают пробелы в иммунизации? Это из-за незнания или нежелания людей, возможно? Ну, такой слоган придуман, в первую очередь, для стран, которых нет такой доступности, как, допустим, в нашей стране, к вообще медицинской помощи, и в частности к иммунизации, чтобы люди, которые не получили прививки, допустим, кори, дифтерии, столбняка, которые у нас общедоступны, и у нас хороший охват иммунизации, который соответствует европейским нормам и Всемирной организации здравоохранения. И вот эта акция проводится для того, чтобы люди, которые не могут получить иммунизацию, они пришли куда-то, где ее проводят, и получили, и этим защитили себя и своих детей, кто не привит. Для граждан нашей страны это бесплатно, вот эти вот обязательные, скажем так, прививки, там, от столбняка, кори, да, ну и прочее? Да, эти прививки для нас бесплатны, в отличие от других стран, где есть страховая медицина, и за это приходится платить. У нас ежегодно с бюджета тратятся деньги на приобретение этих препаратов, и Минздрав закупает, распределяет во все медицинские учреждения, которые проводят иммунизацию. Поэтому у нас это все доступно, бесплатно. Ну, конечно же, все доступно и бесплатно, но между тем, я знаю, что очень многие отказываются все равно, но и родители, и деткам своим не довиделся. Что медики на этот счет думают? Ну, есть такие люди... Чего остерегаются? Остерегаются, в первую очередь, неблагоприятных последствий, которые могут якобы случиться от вакцинации. Но дело в том, что уже все давно Всемирная организация здравоохранения доказала, что от прививки последствия гораздо реже случаются, и они гораздо менее тяжелее протекают, чем само заболевание. И человек, который отказывается от прививки, ставит себя и своих окружающих. А если еще отказывается от иммунизации своих детей, то эти люди ставят под большую опасность заболевания, себя и, к сожалению, своих людей. Ну да, получается, человек становится источником заболевания сам. Мало, и такое противовакцинальное движение не развито, как в соседних странах некоторых. То есть у нас поспокойнее, но это в мире... И нам приходится даже... Ну, к нам приезжают люди даже с соседних стран, чтобы привить своих детей и самих. Да ладно, даже так. Так, слушайте, ну, понятно, общие там, скажем так, сезонные прививки, это там от простуды что-то делается, да, определенные прививки делаются по достижении какого-то возраста. Но как белорусы вообще? Они паникеры, паникуют? Вот когда, например, там в Китае, да, была волна там птичьего гриппа, свинольги... И боятся привезти что-то, да, да. Я уже позабывал даже, придумывают там и в Африке, вот вирус Эбола, да. А как у нас? Паникуют люди? Ищут ли в Беларуси вакцину от Эболы? Делают ли? Ну, у нас в Беларуси вакцины от Эболы нет, хотя ее уже ученые изобрели, и она уже доступна для стран, где эта инфекция есть, но для Беларуси это не актуально. Что касается других... Но вот приходят люди, спрашивают, а есть у вас там от этого, от какой-то невероятной вообще болезни, которая где-то в лесах Амазонки обитает только? Нет, у нас таких людей нет. И хорошо, и хорошо, потому что хочется пожелать всем белорусам здоровья. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, спасибо. Об 11-й неделе, Европейской неделе иммунизации, нам рассказал начальник, заведующий отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Пашкович.